Привет, друзья! Заказные уголовные дела в наше время стали прямо каким-то бичом сегодняшней России. И вот такое очередное заказное уголовное дело было возбуждено в отношении Евгения Куракина. Правда, было возбуждено еще 7 лет назад, и все эти 7 лет велось следствие. Он успел уже полтора года отсидеть в следственном изоляторе, потом его выпустили. Он продолжит заниматься своей правозащитной и журналистской деятельностью, проводить расследования в городе Реутове в отношении главы города Реутова, в отношении коррумпированных чиновников города Реутова, раскрывал многие схемы, как обманывают население, в том числе и с тарифами ЖКХ, и многое-многое другое. И вот он писал жалобы, добивался всяких результатов по своему уголовному делу, в том числе в отношении него было 10 версий обвинения. Все они, естественно, несостоятельны, потому что основаны, ну, банально на выдумках. И вот в очередной раз Евгений Куракин пришел 7 июня, это на следующий день буквально после знаменитого задержания Ивана Голунова, пришел в прокуратуру города Реутова, и там был задержан. Представьтесь, сам своими ногами пришел подавать там какие-то жалобы, документы, и был задержан. Далее его повезли в ВВС на двое суток, а дальше в воскресенье, в воскресенье, когда суд не работал, никто не знал, где Евгений находится, ему суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, потому что он якобы укрывался от следствия. Ну, представляете, человек, укрывающийся от следствия, ходит по прокуратурам, по судам, носит всякие жалобы, и он так якобы укрывается от следствия. Вот такое вот замечательное у нас правосудие. Вот, ему даже подогнали адвоката, дедушку там под 90 лет, который там слабо слышит, плохо говорит, и несмотря на то, что у него три защитника по соглашению было в деле, в том числе и Владислав Луньков, судью устроил и этот адвокат. Вот. Этого адвоката он попросил, ознакомьтесь с делом, что там вообще, там предъявляю, почему там меня хотят арестовать следователь, девушка такая молодая, симпатичная, если бы не была, по моему мнению, преступницей. Что там следователь что написала в отношении меня, что, как я скрывался, если я везде вот на виду был, везде являлся по вызову и без вызова. Он говорит, а что там знакомиться? Там все против вас. Такой вот дедушка. Еще там какая-то подставная адвокатша тоже была. Про нее вам сейчас расскажет Антон Ядров, который присутствовал дальше на судебном заседании. И вы представляете, уже почти месяц Евгений Куракин содержится в скотских абсолютно условиях следственного изолятора в городе Ногинске. Это какой-то трэш. Скажите вы, нет, это Россия, скажу вам я. Вот сейчас покажу вам репортаж моего коллеги Антона Ядрова про то, как проходило заседание. Заседание было на тему, чтобы ограничить возможность ознакомления с уголовным делом, который длится 7 лет, там на какое-то количество времени. То есть, чтобы Евгений имел право на защиту, он должен ознакомиться с тем, в чем его обвиняют. А чтобы ознакомиться, нужно время, соответственно, доступ к каким-то информационным ресурсам, что невозможно в условиях изолятора, соответственно. Так ему еще и во времени хотят ограничить. Такие вот дела. Ну все, смотрим на этих замечательных должностных лиц, псевдоадвокатов и так далее. И сразу скажу, что уважения к ним у меня лично нет ни капельки. И у моих коллег тоже нет ни капельки уважения к этим людям, потому что они преступники. Они невиновного человека абсолютно. Посадили в тюрьму и делаю все, чтобы его осудили на длительный срок. Поэтому у них под ногами должна земля гореть. То есть, кто там будет писать, что вы там жестите, там женщины, не женщины? Никакие они не женщины. Они посадили невиновного человека в тюрьму. Все. За это общество им должно платить той же монетой, как они относятся к этому обществу. А человек, напомню, сделал для города Реутова очень много полезного. Да и не только для города Реутова. И не забывайте оставлять свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. И обязательно распространите это видео в соцсетях. Обязательно следите за информацией в телеграм-канале «Сила движения» и в моем телеграм-канале о датах судов. Приходите на суды к Евгению Куракину. Поддержите его, потому что он поддерживал многих людей. Поддерживал незнакомых ему людей. Я считаю, что он достоин поддержки общества в целом. Не ленитесь, приходите к нему на суды. Хотя бы сделайте репост, ретвит этого видео. Отправляйте его в соцсети. Поставьте обязательно лайк. Напишите много-много комментариев, чтобы распространить это видео. Ну все, смотрим. Я вас не снимаю. Нет, это не съемка. Съемка, знаете, где-то. Я вам покажу несколько мест, если вы как следовательно. То есть где, если вы заинтересованы в съемке, то есть есть несколько точек, которые не могут никак убрать. На Ярославском шоссе, то есть вы можете, в принципе, когда там нет людей, поработать. Хорошо? Я сам прихожу. Напишите, конечно. Вот это прямое эфир. А какое еще видео нужно? Вам сохранить. Просто я могу вам прислать все видео, которые есть на почту. За следователем ходит, логично, да? Как собачки? Я не знаю, у вас собачки ходят с вами? Смотрите, где-то следователь. Это следами. Можете, пожалуйста, убрать человека от меня? Убрать человека. Приставы у вас есть? У вас нет полномочия просто убирать людей. Повтори, пожалуйста, вот что тут произошло. К сожалению, в здании суда я опять увидела присутствующего адвоката-дублера, фамилия ее Межаева. По буквам я не могу точно произнести, но, во всяком случае, на слух это так, Межаева. То есть она размежевала статус адвоката, по-другому нельзя сказать, на такие мозаичные куски, что теперь от защиты Куракина фактически ничего не остается. То есть Куракин незаконно арестован, содержится под стражей в СИЗО Ногинска. Она туда является, являясь адвокатом-дублером, и вместо защиты фальсифицирует материалы дела. Зная о том, что в материалах дела имеются ордера адвокатов избранных, Трунина, Сотникова, Сюзюмова, она плевать хотела на этих адвокатов по требованию следователя в сговоре со следователем, то есть совершая умышленное преступление, она приходит в СИЗО, зачитывает оглавление любого тома в темноте, в комнате, где нечем дышать и негде спать. Извините, я назвала комнатой место пребывания в СИЗО, то есть где находится... Это совсем не комната, далеко не комната, и условия содержания там адские в этих землянках. Я там была, у меня был подзащитный там и навещала в том числе и Женю Куракину, поэтому я имею личное представление о том, как тяжко людям там находиться, там нечем дышать, в настоящее время негде спать, поскольку не хватает спальных мест, поэтому в таких условиях, пыточных, знакомиться с материалами дела просто невозможно, потому что нужно читать не оглавление, а писать ходатайство, нужно практику изучать, иметь доступ к интернет-сети, чтобы эту практику видеть, поскольку заказное уголовное преследование очень длительно в отношении Куракина, поэтому им надо быть собранным, иметь возможность консультации с избранными адвокатами, а этот адвокат-дублер должна срочно быть лишена статуса, потому что это позор России, это не адвокатура, это позор. на ловца и зверь бежит. Слушай, кто зверь? Вот Межаева. Друзья, вот Межаева, собственно, вот эта женщина-адвокат по назначению. Посмотрите, запомните, это прекрасное лицо, вот из платья у нас цвета фуксия, вот кто еще какие-то параметры. Женщина заходит в любые кабинеты, но там закрыто. Спрятаться не получается, есть место под столом, но Межаева туда вряд ли поместится. Межаева, может ли на отношениях в отношении Куракина? Конечно, конечно. Да. А у меня просто меня есть. Да, вас не снимают. У меня есть боди, не просили, не просили. А я требую прекратить, фальсифицировать, совершать преступление в отношении Куракина. На каком основании вы являетесь в СИЗО и зачитываете ему облавление вместо ознакомления? Вы что, вы кокетничаете? У меня нормальная ориентация. Куда прокурор сморки? Вот они со следователем, вот с этой дамой приехали. У нас адвокат дублёр, немедленно ее отстраните. Уважаемая прокурорка, наложу до ваших свидетелей. У нас искусство, адвокат дублёр. Я с вами разбирала его, вы не смешу. А вы играете в телефон, не играйте в вашу белую лазер. Вы не играете в убийство, не в убийстве. Я их не считаю в убийстве. Мы же, нормально, вы не усажаете в область. В своем месте. Покупайте. Смотрите, прокурор открывает дверь, неезжая, вы заходите. Видите, трое вместе, не считая следочки. Продолжение следует... Еще месяц. Приветствую. Вот эту женщину. Назначена... Не, 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 я точнее. Не, 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 я получил. Не, нельзя, что передавайте. Вы приставы, вы что, вы кормове заделали? Ну тогда отойдите, следите, чтобы я и слежу. Женя, скажи про нижая, каким образом вот эту женщину... Слушай, она просто руководила, говорила, что я, значит... Она совершает преступление? Конечно, она совершает преступление. А вы не полномачивали ее как адвоката? Не полномачиваю, ее назначили, отстранили Сотникова, моего адвоката, отстранили. А ее назначили в качестве адвоката, дублера по назначению. У тебя две адвокаты, Родик, Сюзюров и Сотников. И она знает, на том же был арберранный суд. Она говорила, что будет ходатайство в моей психиатрической экспертизе, лично следователь. И говорила, что еще следователь говорил, что я совершаю преступление, пишу в графике. А это значит, что я по уголовной статье 235-ю статью нарушаю Уголовного кодекса. То есть искажаю документы. И требовала, требовала, чтобы мне не давали возможности там расписываться. Я пытался указать все нарушения. Когда я начал писать в графике о их нарушениях, она пробежала долбиться. Долбиться в дверь, вызывать конвойных, гортухаев, и говорить им, Мария Смельничевна. Жень, держись, от всех ребят, привет большой. Приезжали в прошлый раз, давай, брат, держись. Давай, держись, держись, держись. Пожалуйста. Устройте шоу на страже, на страже. Обязательно устройте шоу. Пошмите, давай, пожалуйста. Держись, держись, молодец. Спасибо. Все в курсе. Объедительная просьба, пожалуйста, в пакете, в раз и вверху на посетание. А она как к тебе проникает, Межаева? Она к тебе приходит? Да, она будет вместе со следаком. Она руководит. И прям следаку говорит, как нужно делать. Она знает, что делает? Говорит, зачитывайте материал уголовного дела. Прочитали только оглавление. И она расписала, что я с ними знаком, представляешь? Сразу с пятью томами. Говорит, зачитывайте. И ей говорит, вы слишком подробно зачитываете оглавление. Расскажи, как содержит, где содержит. Блин, ну как содержит. Лишь ничего нету. Вообще ничего не дают. Денег нет. Сегодня... Сколько человек? Сегодня пять раз толкали автомобиль, газель. Она без аккумулятора. Ее толкали в ручную. Она не могла запрестись. Нету постельного белья. Нету ничего. Вообще нет. То есть КНК можно заявление писать. Ребят, брат, давай, держись. Мы попробуем догнать Межаеву. Если она еще не срулила. Она вниз. Смотрите, Toyota R286 M87 остановилась старым рядом. Межаеву. Мы дождались. А сколько вообще стоит защита ваша? Час работы? Придите приставать ко мне. Приставать ко мне. Не дай боже, как к вам приставать? Вы совершенно не по возрасту. А вас не знаю. Вы меня не знаете? Меня Антон зовут. Нет, я не по-моему. Я там не хочу. А, забыл что-то что-нибудь? Так. Ключи забыл. Вот машина. Как же ты так? Растеряшка. Ребят, ну вот вы что, смотрите. Отрабатывает. Я полицию вызову. Я полицию вызову. Полицию. Сотрудники полиции напоминают, что ложные звонки являются административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф. Полицию хочу, значит. Хочу ФСБ. Значит, хочу еще много органов, которые... Какие еще у нас есть? Хочу жилищник, чтобы приехал. Вы переехали. Да? Полечи меня. Розовая пантера. Нет, смотрите. О, розовое седалище. Вот это. Мадемуазель. На Тойоте. Паркуется вторым рядом. Парковка вторым рядом. Можно писать. И без ремня. На Тойотке растекает у нас. Предводительница Каманчей розовых. Ребята, ну вот видите, тут я начал сетовать, что мы женщину, которая опалила себе лицом, видим, прикуривала у костра. То есть брови там отсутствуют. Вот. Я хотел вроде бы... В ритуале сейчас идут скидки, значит, надбровные дуги все рисуют, там еще перманентный макияж. Но, видите, человек от своего счастья ушел. Ну вот, друзья, такой у нас правосудие. Такие у нас адвокаты, якобы, по назначению. Которые должны как бы защищать, но нет, они топят своего подзащитного. Они, как и следователь, как и прокурор, как и судьи, по моему мнению, совершают преступления, привлекают заведомо невиновного человека к уголовной ответственности. Не говоря уже о том, что фасифицируют документы, там, подставляют и иным образом воздействуют на правосудие. Я считаю, что, конечно, они должны понести какое-то наказание, но сначала нам нужно добиться освобождения из-под стражи и снять обвинение с Евгения Куракина. Поэтому следите за информацией в телеграм-канале Силы Движения. Следите за информацией в моем телеграм-канале. Следите за роликами ребят на канале Движения, на канале Антона Ядрова. Спасибо большое Антону Ядрову за репортаж. Подписывайтесь на его канал, ссылка в описании. Также прошу поставить много лайков, много комментариев написать. Как можно больше комментариев пишите, что вы думаете об этих, прости господи, людях, которые сажают невиновного человека в тюрьму. Пишите все это, приходите на судебные заседания по Евгению Куракину. Поддерживайте его вживую, поддерживайте его своим присутствием, поддерживайте его любым способом. Расскажите об этом деле друзьям, знакомым. В такую ситуацию может попасть каждый. Каждый, кто хочет нормально жить в своей стране. Ну все, друзья, всем удачи, всем пока. Борейтесь за свои права.